Денис Сидоров Кубань регион все-таки аграрный. Я думаю, что многие об этом противостоянии знают. Итак, я имею в виду некий конфликт, если его можно так назвать, крупных представителей бизнеса сельскохозяйственного, я имею в виду агрохолдинги, и более мелких форм собственности, например, как крестьянско-фермерские хозяйства. Итак, с одной стороны, агрохолдинги, которые накормили страну, выполняют программу импортозамещения, при этом даже выходят на международные рынки и всячески предоставляют нам ассортимент продукции на наших прилавках. С другой стороны, крестьянско-фермерские хозяйства, которые говорят о том, что их продукция чище, экологичнее, качественнее, но при этом они испытывают сильную серьезную конкуренцию на внутреннем рынке. Как можно ли достичь баланса и взаимодействия между двумя этими формами собственности, и как соблюсти интересы и той, и другой стороны? Можно ли это сделать? Об этом поговорим сегодня в нашей программе. Зададим вопросы нашим гостям, которых я представлю через минуту, но напомню, что вы, наши телезрители, также можете подключиться к беседе. Прежде всего сделать это по телефону 274-11-14, код Краснодара 861. Звоните, задавайте свои вопросы. Если столкнулись с, скажем так, с вот этой конкуренцией, с этим противостоянием, противоборством двух этих сил, пожалуйста, звоните, задавайте вопросы и высказывайте свое мнение, свое отношение. Кроме того, находите нас в соцсетях, я имею в виду группу Кубань24 ВКонтакте, там вы можете оставить свой комментарий, который мы по ходу эфира тоже будем озвучивать. Ну и напоминаю про голосование традиционное, которое мы запускаем на сайте kuban24.tv. Мы решили выяснить в ходе программы, чьей сельхозпродукции вы больше доверяете. Предложили три варианта ответа. Российские фермеры, иностранные фермеры, либо агропромышленные холдинги, без указания, скажем так, страны, к которой она принадлежит. Но, тем не менее, если ее продукция представлена на наших прилавках. Ну а теперь, как и обещал, представлю гостей. Итак, открываем мы сегодня программу с Николаем Алексеевичем Щербаковым, генеральным директором Союза садоводы Кубани. Добрый вечер. Добрый. Легкодух Вячеслав Александрович, полномочный представитель губернатора Краснодарского края по взаимодействию с фермерами. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Косогор Сергей Николаевич, исполнительный директор Агропромышленного Союза Кубани. Здравствуйте. Здравствуйте. И Полторанин Виктор Викторович, экономист. Добрый вечер. Спасибо еще раз, что пришли. Итак, вопрос вы слышали. Вы понимаете, о чем пойдет речь. Для начала хотелось бы узнать ваше мнение вообще относительно того конфликта, того противостояния. Можно ли его так называть? Действительно ли испытывают мелкие и средние фермерские хозяйства некое давление, может быть, ужесточенную, обостренную конкуренцию со стороны агрохолдингов? Что скажете, Вячеслав Александрович? Я бы не говорил так категорично, противостояние, непротивостояние. Скажем так, есть крупный бизнес и есть средний и мелкий бизнес. Сегодня у нас, к примеру, можно назвать, и порой называют себя агрохолдингами хозяйства, которые обрабатывают 10 тысяч гектаров земли, 5 тысяч гектаров земли. Есть у нас такие примеры, что фермерские хозяйства, которые обрабатывают 15-20 тысяч гектаров земли и 20 гектаров земли. Поэтому здесь, как такового противостояния холдингов и не холдингов, я бы здесь это не ставил таким жестким вопросом. Есть, это элементарно, это, естественно, борьба за рынки, рынки сбыта, борьба за средства производства, борьба в юридическом плане с земельными участками. Но это борьба между средним, мелким и более крупным бизнесом. И даже любой бизнес конкурирует с собой. Это такая конкурентная площадочка, где мы реально работаем. И говорить о том, что кто-то накормит, а кто-то нет. Мы все работаем в одном русле, и мы все работаем на единую нашу цель. Это самая первая цель, это обеспечить себя и свой бизнес. Это самая первая. Любой человек, который идет на работу, он говорит о том, что он идет на работу не для того, чтобы сделать эту работу, а первоочередно это у него для того, чтобы накормить себя и как бы обеспечить. Ну, конечно, это цель бизнеса, изучение прибыли. Да, и параллельно выполняется определенная задача, связанная с бизнесом. Если так мы ее назовем очень громко, но я согласен с этим названием, накормить страну, то мы работаем в этом плане. В этом направлении. Хорошо, тогда я попробую поставить вопрос несколько иначе. Сергей Николаевич, вот в сложившихся условиях, сложившейся экономической ситуации, кому комфортнее приходится крупному бизнесу, например, агрохолдингам и различного рода концернам, ну, либо крестьянским фермерским хозяйством и предприятиям поменьше? Ну, на мой взгляд, конечно, наверное, у агрохолдингов есть подушка безопасности определенная. Все-таки у них промышленные объемы и реализация в любом случае идет по нескольким направлениям продукции. И готовая, в том числе и растеневодческая. А если все-таки какой-то фермер в средней руке реализует один вид продукции, ну, конечно, здесь есть своя, так скажем, всегда такой вот момент, когда он может не справиться, а весной ему нужно пойти опять же в тот же банк, получить кредитное средство на весенние полевые работы. Поэтому, действительно, если мы понимаем, что в банках какая-то происходит ситуация, то агрохолдинг может своими силами справиться. Средние руки фермеры больше, так скажем, увязаны и на государственную поддержку, и на нормальную работающую банковскую сферу. Здесь нужно это тоже не забывать, поскольку, в том числе, вот такое противостояние, как сказал Вячеслав Александрович, оно связано все-таки с несовершенным законодательством. Да, как в земельном вопросе, так и вот в банковской сфере. Мы уже много лет говорим о длинных кредитах для сельского хозяйства, о том, чтобы процентная ставка была нормальной. Вот только сейчас, вот буквально 26 декабря, подписано постановление правительства, где мы начинаем получать буквально с этого года, заявки принимаются с 1 января, под 5%, а уже субсидирование идет через банки по той программе, которую утвердило правительство. Поэтому здесь реально холдингам, конечно, чуть-чуть лучше. Но опять-таки, с учетом того, что государство наше находится все-таки под санкциями, получать иностранную питку в виде финансов сложнее. Поэтому, да, банки и с агрохолдингами ведут себя пожестче. Мы понимаем это. Поэтому здесь вот сказать, кто в лучших условиях, агрохолдинг или фермер, однозначно не скажешь. Всегда есть ситуация, как там может человек не справиться, не реализовать продукцию и испытывать трудности. Так и банк. Агрохолдинг может не всегда получить кредит в тот момент, когда он ему необходим. Поэтому здесь нужно вот комплексы смотреть на ситуацию. Об устойчивости агрохолдингов к современным экономическим реалиям мы еще, конечно, тоже поговорим. Но сейчас я хочу, наверное, поднять целый пласт проблем. И сделаю, скажем так, это не своими руками, а попрошу продемонстрировать фрагмент интервью нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева. Он не так давно давал большое развернутое интервью для кубанских журналистов. И там не обошли стороной и эту проблему. Давайте выслушаем и узнаем мнение губернатора по этому вопросу. Давайте посмотрим на экономику сельской местности. Вот те бюжетообразующие предприятия, которые были когда-то, конечно, их сегодня уже нет. Но появились новые. А самое главное, что появилось? Появились агрохолдинги всех мастей. Я не против агрохолдингов. Я хочу, чтобы меня понимали. Я понимаю, что они уже сформированы, они заняли свою нишу. Но что такое агрохолдинг? Это бизнес. Это бизнес, в котором есть сокращение, оптимизация, есть автоматизация труда. И им ровно столько рабочих, сколько им необходимо. Ну, возьмем, допустим, конкретную ситуацию. Возьмем агрохолдинг, агрохолдинг и земли, которого находятся вокруг какой-то нашей, неважно, станицы или села или хутора. Все земли, которые принадлежат агрохолдингу, а работающего населения в этом агрохолдинге из этой станицы, хутора, ну, максимум, реальность 20-30% это уже хорошо. А что делать с 70-80% которые живут в этой станице, а в агрохолдинге не работают? А где другая работа? А еще, подчеркиваю, у нас 4 миллиона жителей живет в сельской местности. Поэтому для меня фермерство это как альтернатива, как необходимость того, чтобы наши селяне просто были заняты, чтобы у них была работа, чтобы они сами работали, их семьи работали, еще и соседи работали. И должна быть социальная ответственность перед селянином. Полную версию интервью губернатора вы можете найти на нашем сайте kuban24.tv. Но возвращаясь к теме нашей программы, Вячеслав Александрович, вот хочу вас спросить, если мы не будем хорошо уйдем от такой формулировки, как противостояние, но, скажем, назовем это скрытой угрозой, приходя, например, в тот или иной район, регион, крупный агрохолдинг действительно может, скажем так, развиваться, довольно успешно, при этом будет обеспечивать и рабочими местами, но он не сможет это сделать для всего района. Тогда вот то, о чем сказал губернатор, социальная ответственность, в каком виде она существует, может быть, на сегодняшний день, и какой она должна быть? Ну, я бы сказал следующее, я бы начал ответ на ваш вопрос, на вашу предложенную тему следующему. Что такое агрохолдинг и что такое простой обычный крестьянин, обычный фермер? Агрохолдинг – это сложившийся бизнес, как правило, финансируемый изначально на каких-то этапах извне, в дальнейшем уже во время его функционирования, естественно, появляются и собственные ресурсы, произведенные на этой территории. Это сложившийся бизнес, суть этого бизнеса следующая, оптимизация, правильно было сказано, оптимизация, но это суть любого бизнеса. Чем меньше себестоимость и разница между продажной ценой и себестоимостью, тем больше остается на развитии внутри бизнеса. Что такое фермер? Фермер – это я, это мой сосед, который, к примеру, вот у нас, ну, как оно, как происходит, буквально на днях общался с одним из фермеров, который занимается молочным производством, говорю, ну, по большому счету, кто у тебя работает? Он говорит, да кто работает? Кумовья, сватья, соседи, все, все. Фермерский, это фермер, я бы его даже не назвал, это не бизнес, это уклад жизни. И с фермером, именно с фермерской деятельностью, именно с деятельностью среднего бизнеса, которое не уходит в эти высокие материи, как у холдингов, связана стабильная жизнь на наших сельских территориях. Вот вы сказали очень правильную вещь, это уклад жизни, тем более для такого региона, как Кубань. Вот, Николай Алексеевич, хочу у вас спросить, а, например, ваш уклад жизни способен разрушить агрохолдинги? Испытываете ли вы вот в своем предприятии какую-то конкуренцию, может быть, обостренную со стороны агрохолдингов? Какую-то видите ли в этом угрозу? Что касаемо садоводства, в нашем крае фермеры производят где-то 3% плодов от общего количества. То есть садоводство капиталоемкая емкость, отрасль. И фермеры не могут пока противостоять крупным плодовым предприятиям, потому что нужно сажать сады, нужно закупать технику, нужно строить холодильники. Фермеры-садоводы развиваются не так быстро. Во-первых, нет залоговой базы, чтобы взять большой кредит. Во-вторых, не могут обеспечить пока. То есть тут о противостоянии между холдингами и фермерами не может быть речи. Фермеры развиваются. Это в основном... Хотя, конечно, им нужна государственная поддержка более, чем агрохолдингом, но государственная поддержка увеличивается, улучшается. Существует. Существует. То есть тут много шагов сделало Министерство сельского хозяйства и тоже законодательное собрание. То есть изначально, допустим, фермер даже не мог получить субсидию, потому что условия были иметь 100 гектар сада для того, чтобы он мог получить субсидию. Сейчас, конечно, сняли эти ограничения. Сейчас фермера в плане садоводства начали развиваться, в принципе, интенсивно. Со временем, конечно, доля продукции, выращиваемой фермерами садоводами, будет увеличиваться. Вот и площадя, конечно. То есть нужно подождать. Да. Но надо действовать, надо действовать. Сидеть, сложа руки и ждать, как говорится, у моря погоды тоже. Надо государственную поддержку увеличивать, надо работать, надо учить фермеров. Для кого будут работать фермеры, для кого они должны, в принципе. А можно я дополнить? Да, конечно, пожалуйста. Я пару слов просто хочу сказать. Ну, может быть, даже не нужно говорить, что разрушить или не разрушить деятельность, а может быть, все-таки холдинги нужно рассматривать и обязывать их заниматься социальной политикой, о чем сказал губернатор, ответственность, да. А как ее повышать? У многих холдингов есть земли фонда перераспределения. Нужно ставить условия, чтобы помимо тех 20 человек, которые работают из поселения, они развалили переработку, они создавали рабочие места. То есть не просто вырастили продукцию растеневоза, продали ее на экспорт и успокоились. Нужно создавать эти рабочие места. А те 20 человек, ну, здесь нужно тоже способствовать тому, чтобы в агрохолдингах создавались профсоюзы. Вот у нас есть профсоюз работников ОПК в Краснодарском крае. Чтобы следили, чтобы эти 20 человек работали ту норму, которая позволяет Трудовой кодекс. Чтобы на эти 20 человек не висела там круглосуточная работа. То есть это бывает и такое? Может быть, я не буду за всех говорить, но нужно следить за этим. Поэтому здесь нужно следить 20, а достаточно ли на ту часть земли, которая у них присутствует. Поэтому здесь нужно развивать переработку, развивать социальную обязанность в плане защиты трудовых прав тех работников, которые работают в этих агрохолдингах. И вот в комплексе мы можем понимать, что большая часть живущих в поселениях людей будет работать на этой земле. А вот разрушат ли они потом соседнее хозяйство, это вопрос. Мне кажется, там будет симбиоз. Соседний фермер может заняться экологически чистой продукцией и занять свой рынок. И они не будут никак конкурировать. Холдинг будет заниматься промышленным производством. Фермер уйдет в экологически чистое производство. Мы, я думаю, создадим все-таки систему сертификации, в том числе и в Краснодарском крае. И мы будем не просто верить, у меня лучшая продукция, она чистая, экологически чистая, а потому что есть сертификат. Давайте дадим слово экспертам, которые у нас на линии сейчас. Игорь Борисович Абакумов, доцент Московской сельскохозяйственной академии, издатель портала «Крестьянские ведомости». Игорь Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Мы в прямом эфире телеканала «Кубань-24». Рассуждаем с коллегами, существует ли противостояние агрохолдингов и крестьянско-фермерских хозяйств. И если оно есть, то, собственно, в чем оно заключается. И, ну, такой грубый, может быть, и радикальный вопрос. Но, тем не менее, кто же нужнее для экономики? Можно ли об этом рассуждать? Я начну с конца. Для экономики важны оба. Оба сектора. И мелкотоварный, среднетоварный. И крупнотоварный, промышленный. Потому что крупнотоварный – это бизнес, крупный бизнес, без которого не обойтись ни в одной сфере. А мелкие и средние – это сельский социум, это сельская жизнь, это сельская сфера, сельские территории. Это то, собственно говоря, на чем строится фундамент Российской Федерации. Это освоение бескрайних просторов России. Потому что фермер, среднее производство, ну, бывший колхоз, совхоз – это и есть средство для освоения территории. Инструмент такой очень надежный, проверенный веками и позволяющий людям жить на земле и сохранять свой образ жизни. Что касается первой части вашего вопроса, есть ли противостояние. Да, противостояние сейчас есть. Прежде его не было и не предусматривалось, поскольку было провозглашено равенство форм собственности. Но в последние годы, начиная примерно с 2005 года, произошел явный перекос в сторону распространения агрохолдингов, крупных, вертикально интегрированных. И туда были вкачаны очень большие ресурсы, очень большие ресурсы, подчеркиваю, которых не было у фермеров. Поэтому фермеры, естественно, подотстали в своем развитии. И, что самое прискорбное, они не сумели сгруппироваться и кооперироваться. Спасибо большое, Игорь Борисович. О кооперировании и группировке фермеров мы тоже, конечно, поговорим отдельно. Это едва ли не единственное, наверное, спасение для небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Спасибо за то, что предоставили нам альтернативную точку зрения. Потому как, Виктор Викторович, вы какой позиции придержитесь? Одни эксперты говорят о том, что противостояния нет. Другие утверждают, что оно все-таки есть. И фермеры наши отстают. Как коррелировать между этими? Вы знаете, надо смотреть, наверное, на мировой опыт. Мировой опыт можно разделить на две части. Это европейский, это американский. Принято считать, что в Соединенных Штатах, например, занимает главенствующую роль, играет крупный бизнес. Но вот исследования показали, Гатаулина Екатерина недавно опубликовала исследование, в котором сказано, что хотя 16% агропромышленных единиц предприятий, компаний дают 90% сельскохозяйственной продукции, но тем не менее эти предприятия, да, они имеют выручку, начиная от полумиллиона долларов или в нашем эквиваленте около 30 миллионов рублей. Так вот, они все-таки просто имеют очень высокую производительность, и заняты в них совершенно небольшое число работников. 10-15 человек. То есть это то, что характеризует, в общем-то, и наше фермерское хозяйство. Если взять европейский опыт, то здесь, конечно же, столетиями он формировался, накапливался, и сейчас мы видим кризисные явления. Но почему? От перепроизводства. Если мы говорим о нашей стране, в которой главная задача импортозамещения, то, наверное, фермерское хозяйство, если оно достигнет тех высот, которые в развитом мире уже имеют место быть, то это будет, безусловно, благо. Поэтому на ближайшие 5, 10, 15, а то и 20 лет, наверное, говорить о том, что фермерство не может быть эффективно, и нужно предпринимать шаги в пользу развития крупных агропромышленных структур, наверное, это будет не совсем в соответствии с мировым опытом. Вот, а тогда на основе мирового опыта скажите, как должна выглядеть, как может выглядеть идеальная модель сосуществования вот этих двух форм собственности? У них должны быть разные потребители, разные, может быть, задачи, цели? Совершенно верно. Вот сейчас во многом противостояние обусловлено доступом к рынкам сбыта. Почему? Потому что любому представителю сетей гораздо проще работать с одним поставщиком, нежели с десятком или же с какими-то посредниками, непонятно откуда и как координирующими деятельность. Если же удалось бы на государственном уровне законодательно, правительственными актами упорядочить сложившуюся систему, а именно обеспечить все-таки директивно, потому что фермерство в России, оно имеет считанное число лет, оно еще не достигло той критической массы и сплоченности, которую мы наблюдаем в развитом мире. Так вот, если же государство не будет координировать и чуть ли не в речном режиме именно поддерживать развитие индивидуальных хозяйств, в этом случае мы будем наблюдать постепенную деградацию отношений и превалирование, безусловно, крупных предприятий-поставщиков. Добавите? Не-не, я абсолютно согласен, потому что мелкому товаропроизводителю нужна все равно помощь, и эта помощь в последние годы очень ощутима. И если вот, я даже на живом примере могу вам привести такой пример, 2006 год, общаюсь, как еще будучи фермером, общаюсь с руководителем, ну, люди занимались до этого другим бизнесом, обратили свое внимание на сельское хозяйство, то бишь такое небольшое холдинговое, холдинговая такая структурка небольшая, да, из другого бизнеса забирают деньги и вкладывают это в село. Пришли, 35 лет молодому человеку, он сидит, руководитель хозяйства, ну-ка, 15 тысяч гектар сразу у него в руках, и мы фермеры заходим, нас 10 человек и говорим, так и так, ну, надо же как-то нам там, ну, это естественное противостояние там небольшое, кто где какие земельные участки, кто как где обрабатывает, там даже проезды по дорогам иногда, ну, это естественные внутренние, внутрихозяйственные споры. Да, да. Самое важное было другое. Вот этот молодой человек говорит, а вы кто? Вы фермеры? А, ну, это те, кто с охой лопатой там работает на земле, крестьянин, да, да. Это, например, 10 лет назад, да. Да, вот, знаете, по большому счету, вот этим собравшимся фермерам, мелким фермерам, 30-20 гектар, 50 гектаров земли, ответить было порой нечем. Ну, почему? Потому что на тот момент, на самом деле, в фермерском движении, ну, у фермеров, парк техники был довольно-таки, конечно, отстающий от передовых, да. Да, да. Меры господдержки последних, ну, 7-8 лет позволили на сегодняшний день, ну, забыть про вот эти напоминания в сторону фермеров, потому что на сегодняшний день тот фермер, который думает все-таки о своем развитии и принимает участие во всех мерах господдержки, он себе позволяет ездить на новые техники, он позволяет себе применять новые современные технологии, он позволяет себе, получив субсидии по определенным направлениям, регулировать себя в сторону, но, правильно, Николай Алексеевич говорит, пересматривание позиций по технологическому плану, потому что на сегодняшний день, вот последние, наверное, два года у нас настолько поддержка садоводства идет, что фермеры реально выходят уже на уровень. Единственное, правильно, не хватает нашим фермерам, это опять мы возвращаемся к этому интересному слову, кооперации. Кооперация, о которой мы поговорим далее. Нужно сказать, что нужно все-таки сделать доступным господдержку, чтобы никто первый в того этапе, а это было разумно и для всех одинаково. И второй момент все-таки посмотреть, если холдинги развивают животноводство, развивают переработку, то, может быть, они получают господдержку. Если они сидят просто на растении и перепродают пшеницу, то эти деньги переместить в ЛПХ, в КФХ и тем, кто развивает в том числе животноводство, развивает переработку. Вот это будет справедливо. А если мы просто опять будем прибежали, успели, взяли господдержку, вырастили и продали, то есть доступность и момент один очень важный, это распределение правильно. Животноводство, корресподдерживание. Не по раму, как говорится, а по справедливости. По справедливости, по развитию того, что дает больший прибавочный продукт для экономики края. Вячеслав Александрович, вы вспомнили 2006 год и затронули земельный вопрос. Прежде чем мы прервемся на короткую рекламу, я для вас сообщу любопытную информацию и для телезрителей, на которой стоит подумать. По данным Всероссийской сельхозпереписи, которую организовал Росстат, за последние 10 лет в России почти вдвое сократилось число сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств. Это по России. А что касается Кубани, то за 10 лет площадь земель под крестьянско-фермерские хозяйства увеличилась почти в два раза. Вот такие, ну, для меня не совсем понятные вещи, какие-то метаморфозы прям происходят у нас. Ситуация одна, в России в целом другая. Об этом, почему так происходит, поговорим после рекламы. Дождитесь. Кубань, 24. А на Кубани площадь под крестьянско-фермерские хозяйства, площадь земли, увеличилась за эти же 10 лет. О конкретных цифрах я сейчас тоже скажу, но прежде представлю гостей, которые присоединились к нашей беседе. Итак, у нас в студии Сергей Александрович Пономарев, директор предприятия «Кубанские продукты». Добрый вечер. Добрый вечер. И Юрий Васильевич Ильченко, глава крестьянско-фермерского хозяйства. Добрый вечер. Здравствуйте. Итак, ну, возвращаясь к вот информации, вот этой слегка противоречивой, ну, лично для меня, может быть, вы-то ответы знаете. Почему так происходит? Я хотел бы попросить сейчас показать цифры. Это количество крестьянских фермерских хозяйств по годам, начиная вот с 2015 года, сколько их было. Какое количество в 2016 было зарегистрировано и на 1 января 2017 года. То есть, если видите цифры, сейчас я прокомментирую, так, в 2015 год чуть больше 14 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств, в 2016 не дотягиваем едва ли до 16 тысяч, и в 2017 году сокращение, то есть мы пришли к той цифре, которая была даже меньше показателей 2015 года. Около 14 тысяч крестьянско-фермерских хозяйств. Вот почему так происходит, при том, что мы говорим о увеличении площади земель под крестьянско-фермерские хозяйства? Пожалуйста. Ну, опять же, мы подтверждаем общероссийские данные. У нас не в два раза падение, у нас немножко меньше падение по количеству. Да. Общероссийские показатели примерно такие же, как и на Кубани. Количество земельных участков в крестьянско-фермерских хозяйствах тоже увеличивается. Это, я имею в виду, наделы земельные, размер земельного клина. Это говорит о чем? Именно об доверии людей фермерскому укладу жизни, фермерскому бизнесу, среднему бизнесу. В каком плане? Ведь прирост у нас, в основном, у фермеров, прирост произошел в размерах земельного клина не за счет каких-то там, где-то у кого-то отобрали какую-то государственную землю, а за счет того, что пайщики позволили, доверились своим местным фермерам и отдали им эти земельные участки. Просто на этот момент у нас как раз подошло, знаете, так оно и есть, примерно, массовое окончание договоров аренды в крупных хозяйствах. И во время окончания действия договора аренды у пайщика появляется возможность. Продолжает он работать, взаимодействовать с крупным хозяйством, либо он отдаст это какому-то другому, либо он организует свой бизнес. Потому что у нас есть и прирост в организации крестьянско-фермерских хозяйств. Ну как же прирост, если мы говорим о цифрах? Я имею в виду, нет, нет, фактически, что получается? Получается, те хозяйства, которые не справились с реальными жизнями, про которые я только что говорил, которые не думают о дальнейшем своем развитии, естественным образом они были поглощены либо холдингами, более крупными хозяйствами. Но у нас, я сейчас как представитель по взаимодействию с фермерским хозяйством, я наблюдаю, знаете, у нас раньше была тенденция, выхожу из хозяйства только для того, чтобы отдать кому-то земельный участок. Нет, на сегодняшний день у нас опять мы примерно как в 90-е года, порой люди выходят из хозяйства для того, чтобы организовать свой бизнес. Я именно на это делаю акцент. И то, что земельный клин прирос в фермерских хозяйствах, это как раз показатель доверия кубанских наших жителей, доверия именно этому виду бизнеса, свое доверие. Это как раз показатель доверия. Вот о каким производителям доверяете вы, спросили мы на сайте kuban24.tv. Кого, скажем так, предпочитаете в качестве поставщика продукции на ваш стол? Российских фермеров, иностранных фермеров, либо агропромышленные холдинги? Заходите и отвечайте на наши голосования. И сейчас давайте попробуем таки ответить и разобраться в этой ситуации, кому доверяют и каких производителей предпочитают видеть на своих столах краснодарцы. Ну, по крайней мере, краснодарцы. Мы об этом спросили на улицах кубанской столицы. Чью продукцию вы предпочитаете покупать? Давайте посмотрим, что же нам ответили. Я бы лучше всего выбрала фермерскую продукцию. Ну, а почему? Ну, потому что фермерская есть фермерская продукция. Человек ухаживает, человек выращивает. Все делается так, как положено. Мне кажется, что та, что другая особо качеством не отличается. Ну, наверное, больше фермерского. Почему? Ну, более такие продукты, наверное, лучшего качества. Вот так вот. Крупного сельхозпроизводителя. Почему? Ну, потому что не очень доверяю фермерам. Я думаю, что сертификация и стандартизация этих продуктов хромает. Нет уверенности в качестве. Фермерскую, безусловно. Почему? Потому что для себя люди растят. Да, я так и привык. Все время фермерскую надо брать. Ну, если у крупного сельхозпроизводителя продукция будет без средств ГМО, то, наверное, лучше его. Фермерскую, конечно, лучше. Свежее будет продукция. Там залеживается. Если я вижу, что и продукция крупного производителя качественная, добротная, я и от нее не откажусь. Потому что крупное производство – это всегда ниже цена при соответствующем нормальном качестве. Ну, условно, 50 на 50. Я бы разделил вот эти голоса и мнения жителей, которые сказали, что люди старшего поколения, например, предпочитают фермерскую продукцию. Люди помоложе говорят, что им, в общем-то, все равно. Ну, я ответил бы, наверное, точно так же. Может быть, я не очень привередливый потребитель. Потому как, в последнюю, наверное, очередь обращаю внимание на то, чья это продукция, а голосую, что называется, рублем. Вот, а за кого голосуют наши потребители, Сергей Александрович? Скажите, то есть, есть ли у вас вот такая информация, может быть, ну, просто понимание того, кто же предпочтительнее для наших потребителей? Если возьмем нашу внутреннюю сеть магазинов, небольшую, то есть, у нас больше приоритет плодовочная продукция, это только приоритет идет кубанской продукции, есть и фермерская, и крупный агрокомблекс. Если возраст людей, как вы, 20-25, до, им вообще все равно, вот чья это продукция. Люди постарше начинают уже вникать, а люди вот совсем уже взрослые, они четко осознают, чья это продукция. Конечно, приоритет, чем старше, тем больше они отдают приоритет больше фермерскому. Вот молодежь на это не обращает внимания. То есть, из собственного опыта нашего магазина, что могу сказать? Первая категория, это все же цена, ценообразование. Если любой крупный холдинг может сделать массово что-то дешево, без разницы, картофель это или томат, ну, придут все равно за ценой. И на втором месте, это возрастная категория людей, которые определяют и отдают приоритет именно фермерской взрослой люди. Молодежь вообще не смотрит. Ну, это я могу тоже подтвердить. Ну, что ж, с опытом, все приходит с опытом, что называется. Юрий Васильевич, я знаю, что вы глава крестьянско-фермерского хозяйства, при этом у вас тоже есть свой магазин. То есть, вы самостоятельно реализуете собственную продукцию? Даже сеть, да? Ну, говорите, сеть это слишком громко. Ну, а что, три, пять. Сеть, сеть. Сеть, сеть, сеть. Давай, без ложной скромности. Да, пять магазинов. Мы имеем пять магазинов по реализации молочной продукции. Также в одном из магазинов у нас стоит витрина, на которой мы реализуем мясо, произведенное в нашем хозяйстве. Ну, хочу сказать одно, что фермерская продукция, прежде всего, должна быть стабильной, качественной продукцией. И качество продукции начинается на месте ее производства. То есть, там, где кормятся животные, там, где их доят, как к ним относятся, как их содержат. Вот. Все это начинается, качество оттуда. Качество молока начинается с кормления, содержания и так далее. А потом уже мы говорим о процессе переработки и дальнейшей реализации. Я вот о чем хочу спросить. Скажите, вы сказали, что, ну, мы выяснили, что у вас сеть. Тем не менее, но сеть. Чем вы обеспечиваете вот постоянную реализацию? Ценой, качеством? То есть, кто ваши потребители и почему они возвращаются к вам, скажем так? Вы знаете, мы перед новым годом пошли на беспрецедентный шаг. Мы снизили цены на свою продукцию на некоторой категории даже порядка на 30%. Сегодня наша молочная продукция, она самая дешевая на рынке по сравнению с нашими, ну, будем говорить, конкурентами, не конкурентами, ну, коллегами, я скажу так, по производству. Мы сегодня действительно в самом дешевом сегменте находимся. Учитывая то, что наша продукция практически это штучный товар, она отличается и качеством, и полезностью, и не пользуется особой рекламой. Ей она не нужна. Вот вы знаете, я очень рад, на самом деле, что вы сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, я в вашем лице вижу некий уникальный пример успешной реализации, вот, успешного бизнеса. Вы смогли наладить, да, производство, скажем так, и открыть, развивать собственный рынок сбыта. То есть, вы не ощущаете конкуренции и какой-то, может быть, внешней угрозы со стороны таких титанов, как агрохолдинги? Внешние угрозы, вы знаете, конкуренции нет, это наоборот подстегивает, потому что, когда ощущаешь рядом коллег, которые идут быстрее, почему быстрее, потому что финансовые ресурсы у них больше. Конкуренция ощущается в чем? Конкуренция, опасность сохранения земельных площадей. Земля – это стратегический ресурс. Это то же самое, как газ и нефть. И она, прежде всего, должна быть направлена на развитие села. И фермеры должны, получая землю, работать на развитие села. Это прежде всего. И если президент сегодня говорит, что малый бизнес в приоритете, этот приоритет, он и должен быть. Вот вы говорили, почему уменьшилось количество фермерских хозяй в 2016 году. По причине того, что поменялся закон. Теперь продлить договор аренды, даже краевой собственности, либо государственной собственности, на новый срок, фермер может, участвуя в торгах. Разве фермер со своим ресурсом способен победить на торгах? Конечно же, нет. И это одна из причин того, что количество крестьянских хозяйств сегодня уменьшилось. Кроме того, очень важно то, что фермер сегодня работает не на своей земле. Он является собственником земли. Эта земля принадлежит пайщику, с которым фермер состоит в договорных отношениях. И только пайщик вправе распорядиться землей по своему усмотрению. И вот, как бы, нужна сегодня... Мы говорим о кооперации. Но, как правило, четкого понимания кооперации сегодня никто даже не видит, какой она должна быть. Вот раз уж вы сказали о кооперации, вы в ней нуждаетесь, вы будете вступать в кооператив? Вот какая кооперация, опять-таки хочу сказать. О какой кооперации мы сегодня должны говорить? Мы прежде всего должны говорить о той кооперации, о кооперации собственника земли и непосредственно фермера, который на ней работает, чтобы это была связка, направленная на развитие. И фермер не боялся брать долгосрочные кредиты. Просто потому, что он будет понимать, что у него будет земля. Да, у него земля. Он в кооперации, в развитии с собственниками, в развитии не только своего крестьянского хозяйства, а в развитии, участвуют они все в развитии села. Это работа, это рабочие места. Ведь за производством продукции стоит ее качественная упаковка, ее подача на рынок, реализация. Это новые рабочие места в переработке. Насколько я понимаю, речь идет несколько о других способах, формах кооперации. Но мы к этому еще вернемся. Сейчас я все-таки хотел бы прояснить вопрос ценообразования и ответить для себя, может быть для телезрителей, ну и для вас в том числе на вопрос, кто же важнее для потребителя, если мы рассматриваем вот этот конфликт агрохолдингов и крестьянско-фермерских хозяйств. Принято думать и считать, что в крупных сетевых магазинах, в которые поставки осуществляют в том числе и агрохолдинги, цена ниже, а такие штучные, вот как вы называете, штучный товар, он от крестьянско-фермерских хозяйств, он дороже по цене. Вот эти вопросы ценообразования я хочу у вас, Сергей Александрович, прояснить. Действительно ли так, всегда ли, априори ли, крестьянский фермерский продукт, он дороже? И может ли он по цене конкурировать с сетевыми и агрохолдингами? Опять же, только из практики. Выезжая и общаясь с фермерами где-то на поле, где-то на предприятии, с небольшими хозяйствами, ты понимаешь, что он вкладывает больше энергии, он в душу, для него это семья, это жизнь, это уклад. И правильно подсказали, он же не просто вырастил, математика закончилась. Нет, он же думает о том, что он живет в каком-то поселке, станице, что ему надо помочь, здесь дорожку подсыпать, здесь что-то сделать, здесь на детский садик обратить внимание, хотя бы там площадочку сделать. Поэтому фермер свою продукцию оценивает по-другому изначально. Ее нельзя, вот просто математика закончилась, вот и стоп. И плюс, он не может объемы те взять, у него небольшая площадь, поэтому у него изначально себестоимость опять выше. У холдинга, да, может быть дешевая продукция, но мы должны понимать, что на мой взгляд, я почему тоже больше покупаю фермерскую продукцию, я даже переплачиваю за фермерскую продукцию лично, потому что я считаю, что это с душой сделано, это более индивидуальные вещи. И как я могу купить молоко, которое хранится 3 дня, и молоко, которое хранится 6 месяцев за одну цену? Я их не куплю. Я понимаю, что я лучше переплачу и куплю, которое 3 дня хранится, но я понимаю, что это ближе к настоящему молоку. И также люди в магазинах у нас, они прекрасно понимают, да, дешевое, скорее всего, это что-то массовое делалось, а то, что подороже, они за фермерское готовы переплатить. Но бывают исключения, исключения там картофель, еще какие-то там морковь, свекла, это простейший там борщевой набор, его и фермер выращивает довольно доступно, массово там, это недорогие вещи, то есть мы понимаем, что часто у фермера себестоимость там картофеля от 4 до 5 рублей там, привезти его там плюс еще там рубль 2, то есть там 7-8 рублей, хранение еще рубль добавится там около 9 рублей, и мы на прилавке можем 8-9 рублей видеть картофель. Он и у фермера, и у холдинга примерно одинаковый, в зависимости от сорта. Ну, помимо этого, действительно присутствует и прямая математика. Все-таки, когда крупное хозяйство покупает какое-то количество упаковки, она для него, конечно, дешевле, нежели для фермера нужно купить, да, там, не знаю, тысячу банок, которые потом будут расфасованы. Если холдинг приходит и покупает какое-то количество, там, миллион, да, там, банок, то там будет уже в этом даже закладываться сниженная стоимость. Почему отличается холдинг от того же фермера, у которого 10 тысяч гектаров, и он также приходит и покупает миллион банок? Нет, секундочку. Здесь не холдинг, давайте, если говорить, слово холдинг. Здесь вот, я закончу мысль, я закончу мысль, вот, получается, что все-таки, если мы с вами понимаем, что когда вы ядохимикаты покупаете в одном объеме, вам можно сделать скидку, а если вы покупаете в другом объеме, она останется той же ценой, которая была обозначена изначально. А здесь я хочу именно эту параллель провести. Когда вы покупаете в больших объемах расходные материалы для продукции, которые появятся на прилавке, вам могут сделать скидку. Если ты покупаешь меньшее количество, конечно, у тебя она будет дороже. Поэтому здесь я вот именно этой точки зрения присутствую, то есть придерживаюсь и хочу об этом сказать, не споря с вами, конечно. Вячеслав, можно я... Знаете, я продлить мысль Юрия Васильевича, здесь вот тонко заброшен, и я очень благодарен, что именно сегодня я услышал от него эту мысль. Если правильно я понял, речь идет о кооперативах, скажем так, где будет участником и собственник доли, и фермер, который работает. Совершенно верно. Это старые колхозы, которые были раньше. Не колхозы, мы говорим о совместном ведении, потому что если это будет объединено на кооперативных началах, то участие непосредственно в качестве продукции будет и другого, и мелкого. Вот здесь я с ним согласен. И это решает очень много вопросов, и в том числе и перекосов нашей земельной реформы 90-х годов, где мы получили вот этот момент, который позволяет любому пайщику выдернуть от любого хозяйства участок и отдачу. Это касаемо следующего блока кооперации. Нет, я просто к тому говоря, раз уж не начали, о кооперации. Интересное очень направление. Я сейчас пытаюсь себя поставить на место пайщика и понять, в чем мой интерес такой кооперации. Вы знаете, постепенно... Мне, в общем-то, все равно, от кого получать аренду. Я согласен. Нет? Расскажите. Стабильно развивающееся хозяйство, которое может действительно строить долгосрочные планы, оно, как вам сказать, имеет совершенно другие финансовые возможности. Тот же собственник земельной доли может получать больше арендную плату, которая, допустим, измеряется зерном, услугами, деньгами. Но первый плюс – это получение большей арендной платы. Продать собственник не хочет, он, нужда его заставляет. Как правило, продавать землю людей заставляет нужда. И если нужда заставляет, он продает ее в свой же кооператив, в своему фермеру, не разрушая хозяйство. Иначе сегодня даже вот у одного убери стул и рухнет вся система. Вы в долгах или я в долгах, развивая хозяйство. И кто-то ушел, и весь домик начал ломаться. Но мы не можем создавать и тут же его разрушать. Нам нужна такая система работы, которая бы способствовала прежде всего развитию села. Извините, в кооперации тот же собственник земельной доли может два раза выше получать арендную плату, чем он получает ныне. Это хорошо или плохо? Конечно, хорошо. Эта арендная плата может составлять за земельную долю около 20 тысяч рублей. То есть 2 тысячи в месяц. А может ли агрохолдинг перебить эту ставку, скажем так, по аренде? Безусловно. У них ведь ресурсов побольше. Безусловно может. Но поймите, нам нужно действительно иметь механизм регулирующий, который бы регулировал взаимоотношения. Иначе все слова, сказанные президентом, будут нереализованы. Мы говорим о развитии малого бизнеса. Но извините, как мы будем на голом месте развивать нового фермера, новое поколение фермеров? За счет чего? На каком земельном ресурсе? Непонятно. Земельный вопрос, собственно, я понимаю, и лежит в основе конфликта агрохолдингов и крестьянско-фермерских хозяйств. Да, я хотел сказать, действительно, Юрий Васильевич еще до этого сказал, что фермеры с торгов должны получать землю. Но если еще такие минозамедленные действия, которые заложены на федеральном законодательстве, мы сейчас видим, что присутствуют не только в Краснодарском крае, это дополнительные соглашения, которые действовали в период с 2004 по 2007 года, которые тогда по действующему тогда законодательству признавались. Сейчас, когда люди приходят за выкупом земельных участков или продлением договорных отношений, эти дополнительные соглашения считаются ничтожными, и механизма пока, который мог бы это все урегулировать, нет. Нет. Нужно в комплексе решать задачи. Не только модернизировать или менять что-то в подходе к операции. Мы об этом говорим давно и вносим предложения в том числе. Но и в земельном законодательстве, в земельном кодексе, в 101 законе о фермерских хозяйствах. То есть это не новая форма, которую предлагает Юрий Васильевич, но она востребована. Ее нужно поддержать и внедрять. О том, как выглядит вот эта комплексная модель, давайте поговорим после короткой паузы. Не переключайтесь. Прямой эфир телеканала Кубань-24 продолжается. Отрадно мне лично понимать, что у нас разгораются жаркие споры. Жалко, что пока это все происходит за кадром на время рекламы. Но, тем не менее, я думаю, что сейчас мы тему будем развивать. И услышим такие противоборства, различные, скажем так, различные мнения по самым интересным и накипевшим для нас вопросам. Но прежде я представлю нового нашего гостя, который присоединился, Учаев Виктор Сергеевич, начальник отдела кооперации Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края. Так долго ждали, да? Тот человек, которого мы так долго ждали. Виктор Сергеевич, здравствуйте. Вот сейчас я предлагаю ответить на все-таки вопрос, раз уж мы подошли к теме кооперации. Мы поговорим, конечно, о том, что она под собой подразумевает, насколько эффективно она может помочь крестьянско-фермерским хозяйствам. Но для начала давайте обозначим вопросы государственной поддержки, которые мы уже вскользь, но тем не менее проговаривали. Вот так по статистике в Краснодарском крае в этом, в 2017 году кратно увеличилась сумма, выделяемая на поддержку именно сельхозкооператива. В 2017 году из краевого и федерального бюджетов на эти цели планируется направить 240 миллионов рублей. Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробко. По его словам, в прошлые годы поддержка сельхозкооператива не превышала 3-6 миллионов рублей в год. Вот, собственно, о господдержке. Тогда, Виктор Сергеевич, я вас и спрошу. Откуда вот такие объемы? Почему вдруг было решено увеличить эту господдержку? За вечер уже днем Андрей Николаевич выступал. За вечер уже сумма увеличилась еще на 5 миллионов. На 5 миллионов, да, Андрей Николаевич все-таки пролоббировал это. За это им огромное благодарное спасибо и отрадно замечать, что наши краевые власти обратили внимание на кооперацию и владеют этим словом не как просто модным словом, трендовым словом, а именно понимают, что это такое. И к чему это приведет? Вчера у нас было большое такое совещание именно с кооператорами, с участием вице-губернатора. И где руководство, края в том числе, мы хотели услышать именно мнение снизу, да, так называемое, именно от кооперативов. Какая поддержка нужна, что нужно для развития, какие есть проблемы, какие варианты решения, да, чтобы не навязывать или придумывать что-то, а именно услышать и от слов уже и нам от слов переходить дело. Именно практично, поточно работать, потому что правильно в начале передачи сказали, что это все и фермерство, так скажем, да, у нас современная в Российской Федерации кооперация находится, ну, можно сказать, в зародышевом, да, периоде как бы. Вот, и именно нужен механизм разработать, пошаговый механизм и нужна поддержка, чтобы ребенок начал ходить, его надо в первую очередь за ручку держать, тогда он будет делать первые шаги. И поэтому вот за полтора года, я хочу сказать, что вот в крае кооперации уже мы видим результаты, ну, без поддержки, была поддержка ранее, потом поддержка немножко понизилась. И без поддержки, вы знаете, мы стали замечать вот такую тенденцию, что наши кооперативы, я отрадно это слышу, уже выходят и в ритейл, крупный ритейл, и различным видом продукции. Это овощи, это молоко представлено в ритейле уже от кооператива, это мясо птицы в виде сырого мяса, переработанного мяса в полуфабрикаты. И поэтому действительно нужно сейчас именно в этом прогрессе оказать точную поддержку, оказать ее тем, кто действительно показывает результат. Ну, что такое субсидия, да? Это деньги наших налогоплательщиков. Ну, конечно, которые не могут расходоваться. Естественно, их надо принять, с ними надо отработать и надо в увеличенном виде вернуть. Что позволит нынешнее государство поддерживать, которую мы будем оказывать в 2017 году? Ну, в первую очередь... Мы подготовили об этом справку, давайте сейчас посмотрим ее, а вы прокомментируйте, потому что, ну, раз уж вы говорите, что цифры меняются, то, может быть, и у нас уже информация устарела. Узнаем из первых уст. Пожалуйста. С 2017 года на Кубани сельхозкооперативы смогут получать гранты, которые можно будет направить на строительство, реконструкцию или модернизацию помещений и оборудования, а также покупку техники. Одно из условий – кооператив должен оплатить не менее 40% стоимости. Планируется увеличить и суммы грантов для начинающих фермеров. До 3 миллионов рублей получат аграрии, которые будут заниматься разведением крупного рогатого скота. Начинающие фермеры по другим направлениям смогут рассчитывать на грант до полутора миллионов рублей. Также будет увеличен размер поддержки на развитие семейных животноводческих ферм – до 30 миллионов рублей для развития крупного рогатого скота. Одно из условий – сумма полученного гранта не должна превышать 60% от собственных затрат. Что скажете, Виктор Сергеевич, верна ли информация? Информация верна. Гранты на кооперативы будут выделяться, в первую очередь, на развитие материально-технической базы. Это строительство, реконструкция имеющихся объектов. Это на оборудование, оборудование переработки, оборудование хранения. Это на лаборатории, которые, в принципе, очень необходимы сейчас нам. И поэтому, в первую очередь, конечно, нужно поддержать все отрасли. Но акцент будет делаться все-таки на овощеводство, так и на логистических центрах. Потому что у нас уже имеются позитивные, положительные примеры именно кооперативов, которые собрали овощеводов. Объединились овощеводы, объединились по интересам. В общем, они построили логистический центр. И сейчас у нас два кооператива в Усть-Лабинском районе и в Ейском районе уже обеспечивают социальную сферу. Дошкольное учреждение. И вы знаете, по разговору с главами администрации, мы услышали, что цена действительно понизилась в разы, чем раньше. Когда на рынок, на торги выходили, ну, можно сказать так, в кавычках непонятные лицы, они выигрывают торги. А что добились кооперативы? Они добились длинных, долгосрочных контрактов. Они дают единую цену. То есть, например, на картофель они дают цену 10 рублей по году. В течение всего года. Ну, в течение всего года. Я, образом, говорю, 10 рублей, может быть, 8 рублей. И почему это так? Они уверенно дают на год. Перекупщик, он на год не может цену дать. Знаете, почему? А он не знает. Может быть, на рынке будет цена уже 20 рублей. И он вынужден будет. Поэтому торги ограничились в короткой сроке. А производитель, он знает себестоимость своей продукции. Он знает, за сколько и за какую цену он ее вырастет. Поэтому он уверенно может дать цену. Да, долгосрочные вот эти контракты, это, конечно, очень важно, я думаю, для фермеров, для аграриев. Но все-таки, возвращаясь к вопросу господдержки, различных субсидий, дотаций и так далее. Вот все, что направляется на развитие крестьянско-фермерского хозяйства у нас в стране. Я думаю, что сейчас, наверное, бизнесмены, предприниматели из других отраслей могут несколько возмутиться. Да, мол, ну сколько можно. То есть давайте будем действовать по законам рынка, например. И тогда, что называется, рынок сам покажет, кто может существовать, а кто нет. Вот по этому вопросу давайте сейчас спросим консультацию у Олега Сергеевича Сухарева, доктора экономических наук, заведующего сектором института экономики РАН. Он находится у нас в Брянске. Олег Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Говоря о постоянных дотациях, субсидиях, крестьянско-фермерских хозяйствах в агропромышленный комплекс, ну скажите, насколько это вообще разумно, объективно? И в итоге не переплачиваем ли мы, не тратим ли мы завышенные средства на вот эти продукты, которые получаем в итоге? Ну не выходит ли она нам золотой, что ли? Ну вы задаете, конечно, серьезный вопрос, но дело в том, что для Краснодарского края, видимо, конечно, такая поддержка нужна и необходима, потому что край сельскохозяйственный, перерабатывающий. Вот. Но ваши опасения имеют место быть, но чтобы ответить на эти опасения, нужно осуществлять какие-то расчеты более серьезные. Потому что так, голословно, не скажешь, не приведет ли это и не станет ли эта поддержка золотой. Вот. Я думаю, что ситуация в сельском хозяйстве сейчас такова, что поддержка эта все-таки нужна, особенно в регионах, которые ориентированы на сельхозпроизводство. Вот. Это стратегическая задача страны, задача продовольственная, задача замещения продовольственного импорта и так далее и тому подобное. Спасибо большое за разъяснение. Олег Сухарев на связи был с нами, доктор экономических наук. Возвращаясь к вопросу господдержки, мы же говорим не только о господдержке малых форм хозяйственной деятельности, да, но и о тех же самых агрохолдингах, с которых мы начинали. Вот в этом ключе хочу спросить, кто же больше получает, ну, в пересчете, я не знаю, на квадратный метр земли, либо на килограмм продукции. Сергей Николаевич, как Вы считаете, есть ли вот эта конкуренция или это все делится действительно поровну? Ну, я думаю, кстати, конечно, это не поровну, но все-таки я хотел сначала сказать, то, что сказал Виктор, все-таки у нас кооперативы, наверное, уже не в зародышевом состоянии, они уже ребенок, который, наверное, уже начинает ходить. Если мы поддержим кооперацию так, как сказал Андрей Николаевич, они будут развиваться дальше. Поскольку у нас, начиная с 2006 года, программа действовала, и те два кооператива, которые второго уровня, которые существуют, и что главное, это предусматривает федеральное законодательство, они, на мой взгляд, сыграли ту роль, и которую мы сейчас можем говорить, плоды этой работы. У нас сформировалось кооперативное движение, которое способно в том числе выполнять и те задачи, которые стоят сейчас перед кооперацией. Поэтому я здесь очень поддерживаю те решения, которые были сделаны. А то, что касается государственной поддержки, реально сложно фермерам конкурировать с теми юридическими службами, которые присутствуют, или теми отделами финансовыми, которые есть у Холдинга, которые и вовремя, и быстро оформляют документы. И это позволяет им, конечно, претендовать на большие возможности, дает на большие суммы господдержки. Все-таки даже если мы говорим, пока система, кто встал в того этапки, да, кто первый пришел, быстро сдал, он в очереди стоит первый. Денег мы всегда понимаем недостаточно, поэтому кто документы правильно оформил, ему не вернули. Или же есть и проблема, пока присутствует, что у кого-то задолженность перед бюджетом, тоже документы возвращаются. Поэтому здесь есть определенная опасность того, что надо все-таки выровнять эту ситуацию, поддержать, соответственно, мелкого сельхозпроизводителя, поддержать кооперацию. Но то, что сказал наш эксперт, тоже показательно. Все-таки нужно поддерживать сельское хозяйство в целом. Это стратегическая отрасль, которая в 2016 году обошла в том числе и оборонную отрасль. Или мы сельское хозяйство даем больше добавочного продукта, больше даем денег в бюджет. Это еще раз говорит о том, что мы производим конкурентоспособную продукцию. Да, может быть, кто-то говорит, слабая производительность труда в целом в промышленности. Да, мы не пускаем айфоны, чтобы похвастать и сказать, у нас тоже есть перспеки. Но в сельском хозяйстве мы вполне конкурентны с Европой и Америкой. И значит, нужно поддерживать эту отрасль. Сельское хозяйство несет золотые яйца. Почему бы не вкладываться по-золотому в него, не вкладываться в поддержку кооперации, которая позволит в том числе аккумулировать и продукцию, которую производит ЛПХ. Мы говорим здесь о КФХ, но ЛПХ у нас дает колоссальный объем продукции, который можно аккумулировать вокруг фермера, вокруг кооператива. Может быть, стоит подумать и все-таки с учетом того, что деньги, даже если это невозвратно, их нужно контролировать, как они будут расходоваться, целевым ли образом. Эти деньги направлять через кооперацию второго уровня. Все-таки это федеральная система, которая существует, и что неваловажно, в единственном пока лице в Краснодарском крае она сохранилась. Было много регионов, где она действовала, в Астраханской области, в Ростовской области, но там все-таки не удержали эту ситуацию. У нас пока еще эта система работает и нужно ее поддерживать. Преимущества кооперации, вот так, знаете, в порядке обсуждения звучат очень благоприятно и интересно, что ли, как мне кажется, с точки зрения, хотя я судить не могу, я не фермер. Но тогда возникает вопрос, почему так неохотно, ну, на самом деле, ведь не очень охотно вступают наши фермеры в кооперативы. Мы с этим вопросом обратились к Вячеславу Телегину, это председатель Совета Ассоциации крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. И спросили, почему, в чем причина вот этого нежелания, неохоты объединяться в кооперативы. Давайте послушаем его мнение, ну и проверим, скажем так, на нашем регионе, на достоверность. Необходима и серьезная аграрная политика в этом плане измениться, чтобы люди понимали, что вот это направление кооперации малоскового хозяйства, оно будет серьезно поддерживаться государству. Этого, к сожалению, пока нет. Еще одна из причин, это, будем говорить, неблагоприятный деловой климат для кооперации. У нас сегодня в гражданском кодексе нельзя распределять прибыль между членами кооператива пайщиками. Это вообще нарушение принципов кооперации. У нас многие налоговые моменты, связанные в частности, что кооперация по закону развития сельского хозяйства относится априори к сельхозтоваропроизводителям. На самом деле налоговые инспекции их таковым не относят. В результате сельхозтоваропроизводители имеют льготу по налогу на прибыль, а кооперативы нет. Я привожу только некоторые примеры, а на самом деле их десятки, а то и сотни. Вот такие причины назвал наш эксперт. Ну, а мне хочется спросить в этом ключе, что если существует такая серьезная поддержка... Можно добавить, там еще присутствует субсидиарная ответственность, когда люди объединяются. То есть много нюансов, которые стоит учитывать, прежде чем объединяться. Но это, я думаю, все-таки, когда кооператив сильный, объединяются равнозначные субъекты, и государство оказывает и следит за тем, как все это происходит, ну, есть польза. Для кого создавался кооператив, раз так механизм, скажем так, имеет все-таки нюансы, и кто в нем заинтересован прежде всего, узнаем после короткой рекламы. Дождитесь. Продолжаем прямой эфир на телеканале Кубань-24. Да, факты есть. Спасибо о том, что дополнили. Продолжаем дискуссию, которая оживленно у нас начинается, когда уходим на рекламу. Но давайте дадим слово нашим телезрителям. У нас есть телефонный звонок. Татьяна Петровна к нам дозвонилась. У нее вопрос. Татьяна Петровна, добрый вечер. Алло. Тишина была нам ответом. Ну, Татьяна Петровна, если вопрос для вас еще актуален, и вы не услышали ответа в нашем эфире, перезвоните, пожалуйста. А сейчас вернемся к тому, на чем остановились до рекламы. Итак, мы сказали о том, что существует, теперь уже существует серьезная поддержка для кооперативов. А для кого создаются кооперативы, хочу спросить у Виктора Сергеевича, потому как у нас были в студии сегодня представители, скажем так, успешного бизнеса, успешные крестьянско-фермерские хозяйства, у которых есть даже свои точки сбыта, и они не до конца понимают, а зачем им сейчас кооператив, вот в таком виде, в каком он предлагается, и немножко подкинули, что называется, идею, может быть, видоизменить этот кооператив. Вопрос, наверное, корректно задать, не то, что для кого, а для кого и для чего создаются кооперативы. Ну да, давайте так. Потому что мы, опять же, повторяю, за полтора года рассматриваем общий механизм работы, не то, чтобы для чего сделать кооператив, раз, люди объединить, второе, дальше на что он выходит, на какие мощности, это логистические центры, а дальше куда, для чего создаются ее логистические центры, для чего. Вот мы все время говорим, торговые сети, торговые сети, да, но это же не панацея для нас, торговые сети. У нас еще есть социальный блок, который надо кормить качественными, дешевыми своими продуктами. У нас есть еще объекты переработки, которые загружены не на достаточную мощность, а консервные предприятия, да, которые, вот, кстати, консервные предприятия, чем удобны, да, это план, определенный план на год, это плановость, то есть кооператив или фермер, он знает, что, то есть консервщики, они на год вперед говорят, нам нужно, образно говоря, 100 тысяч тонн томата, 100 тысяч тонн огурца, и кооператив, фермер, товаропроизводитель, он уже заранее начинает, он знает, что ему надо вырастить такой-то объем, и он работает. То есть один фермер там в средней руке, он не может планировать, правильно понимаю? Ну, тем более, овощеводство в крае у нас в основном представлено, у нас не так много, именно организации, так скажем, ООО, ИП, глава КФХ, которые занимаются, у нас большинство выращивают ЛПХ, и вот этот пласт нам нужно объединить. Этому пласту надо дать качественные семена, нужно дать технические задания, нужно дать всю технологию. Понимаете, правильно говорили наши тут собеседники, что в первую очередь кооперацию рассматривают, мы же не говорим о прибыли, в первую очередь развитие села, в первую очередь, чтобы на селе каждый житель, вовлеченный там в кооперацию, мог зарабатывать прибыль и оставаться на селе в первую очередь. Это наша история, надо развивать и аграрный туризм, это все в комплексе идет. Конечно, это комплекс. Тем более, ну, я думаю, Вячеслав Александрович больше скажет, потому что он до прихода, так скажем, в чиновники был и фермером, потом кооператором, поэтому... Обязательно попросим прокомментировать Вячеслава Александровича. Давайте сейчас дадим слово телезрительнице, которая вернулась к нам в эфир. Татьяна Петровна, с своим вопросом, добрый вечер. Татьяна Петровна. Алло. Здравствуйте, хорошо, что вы на связи. Ваш вопрос... Вас плохо слышно. Ой, я постараюсь говорить громче, но мы хотели бы услышать вас, конечно же. Ваш вопрос нашим гостям, экспертам. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня... Говорите, пожалуйста. У меня такой вопрос. В 2013 году мы с мужем бросили в банки, взяли кредит. Значит, нас потравили пчел в 2011 году. И как бы развитие этого пчеловодства мы взяли кредит. 180 тысяч по 12,5% годов. Нам обещали, что будет выплачена субсидия. Но когда мы, значит, засобирались, как говорится, собрать документы, в сельхозуправление я звонила, узнавала, оказалось, пчелы не подходят под субсидирование. Вот. Потом мне сказали, что вы должны нам предоставить, значит, документы. Если пчелы относятся к животным, тогда вам будет выплачено. Дали телефон департамента сельского хозяйства. Я туда звонила. Как бы подтвердили, что да, пчелы относятся к животным. И когда я связалась с сельхозуправлением, оказалось, что субсидия нам не положена. То есть ваш вопрос... Ну, не вопрос. Да. Значит, я что-то не поняла в этой всей ситуации. Положено или нет. Я думаю, пчеловоды будут очень рады, чтобы вы ответили. Попробуем ответить. Спасибо, Татьяна Петровна, на ваш вопрос. Кто сможет? Виктор Сергеевич, проясните. Пчеловодство, оно как кооператива. О нем модно говорить, но, к сожалению, почему-то у нас мало внимания к этой отрасли относится. Постоянно принимаются законы о пчеловодстве. Каждый год об этом громко говорится в федерации. Но опять это затухает все. И поэтому пчеловоды находятся немножко в таком боковом статусе. Почему? Потому что мой папа сам пчеловод. И мы уже видим, что пчеловодство такая отрасль уже не как бизнес, как хобби, скорее всего. Ну, кто умело может распоряжаться, конечно. Да, там любой человек может создать бизнес с нуля, там, из любой вещи, если он... Но в основном, да, например, не для предприимчивых людей, это уже в хобби. Потому что много сахара, меда заменить, или так, это доступе к конфеты, и другие, более дешевые. Да, раньше бабушки нам приходили, мед покупали как лекарство, да, то есть бабушка приходит, она сразу может до 10 литров, она внукам, детям, потому что понимали ценности лекарства. Сейчас, к сожалению, уже и таблетки очень хорошо, медицина у нас хорошо рекламируется, с каждым рекламным блоком обязательно лекарства от всех вирусов и паразитов. Ну, то есть, отвечая на вопрос... Понимаете, ну, вопрос по субсидиям, да, действительно, есть перечень, ну, на краевод, субсидии, которые краевод, есть перечень, там, прописан, на какой вид продукции, да, он относится, да. И, к сожалению, действительно, есть такой фактор, что вот по пчеловодству именно мало и обращений-то было на получение субсидий, поэтому больше на молоко, на мясо субсидий идут. На самом деле, в порядках эти пчелы просто не прописаны. Не прописаны, да. На самом деле, а может быть, это не то чтобы к лучшему, но все-таки, да, предпринимательская деятельность пчеловодства, это на свой страх и риск, мы это понимаем. И отрасль в крае очень развита. Может быть, поэтому законодатель и не вносит пчел именно в порядке получения субсидий. Потому что у нас только в крае три отраслевых союза, которые даже между собой выдряются чуть-чуть, спорят, там, какие-то правила себе вырабатывают. То есть пчеловодство, ну, на взгляд законодателей, не является той сферой, которую нужно поддерживать. Вот животноводство, КРС, замещение свиноводства в личных подсобных хозяйствах, это те перспективные направления, тоже крыльководство, вот то, на что сейчас направляются средства. Поэтому просто пчелы, действительно, выбирая такой вид деятельности, нужно отдавать себе отчет, что здесь ты будешь заниматься самостоятельно на свои собственные средства и можешь не претендовать на государственную поддержку, поскольку рынок и так наполнен действительно качественным кубанским медом. И достаточно, видимо, разве, да, находится вот в такой ситуации. Ну, что ж, для меня лично это открытие. Надеюсь, мы ответили на ваш вопрос, Татьяна Петровна. У нас на связи еще один эксперт, еще один человек, Алексей Салтанов, предприниматель. И как раз-таки на его примере мы хотели бы рассказать о том, чем могут еще заниматься представители крестьянско-фермерских хозяйств. Ну, то есть вот такие фермеры средней руки, что называется, малой руки, которые, ну, по стечению обстоятельств, может быть, в каких-то жизненных причинах остались без земли, либо вынуждены сменить сферу деятельности. И я должен сказать, что Алексей Салтанов занимается производством Сидра. Добрый вечер, Алексей. Здравствуйте, здравствуйте. Мы в прямом эфире. Расскажите, как вы пришли к этой идее, почему вас вынудили, скажем, ну, не вынудили, а почему вы были вынуждены перевести, поменять сферу направлению деятельности своей? И главное, ну, где вы нашли вот эту нишу интересную? То есть от непосредственного выращивания продукции вы перешли к производству? Ну, смотрите, выращивание продукции мы сейчас не занимаемся, я сейчас закупаю продукцию. Вот, и закупаю у населения, у местного населения обеспечиваю их, ну, они меня обеспечивают, какие-то небольшие хозяйства, в которых вот я выбираю свою продукцию. Ну, вернее, сырье для продукции. Это очень здорово, но до этого, я же правильно понимаю, вы занимались тоже выращиванием продукции, просто в какой-то момент решили переориентироваться, так? Да нет, не то, что переориентироваться, просто нужно что-то производить дальше, не только яблоки, скажем так, нужно еще какое-то сырье, из сырья, вернее, из-за того можно что-то делать, тот же сида, тот же сок, варенье. То есть конечный продукт надо производить и продавать его. Ну, что ж, отлично, мы рады за тех людей, которые нашли себе применение, скажем так, на селе. Вот, какие еще виды деятельности, чем могут заниматься фермеры и люди на селе, которые, ну, скажем так, оказались не у дел. Вот, хотелось бы услышать ваше мнение, ну, какие советы можно дать? Ну, что касаемо садоводства, опять же, это сушка плодов, перспективная отрасль. Появляются люди, которые ставят оборудование и делают сушеный чернослив, яблоко сушат, ну, производство пюре, соков. Рынок сбыта для этой продукции есть? Тяжело вздохнули? Есть, конечно, да, понятно, что здесь, ну, импортозамещение, есть в плане импортозамещения тоже. Есть продукция, которая сейчас не поступает из-за границы, и поэтому эту нишу надо фермерам заполнять. Можно, это можно. Кстати, в Мостовском районе вот как раз и есть кооператив, который будет тоже подаваться на грантовое получение именно в области сушения дикоросов, яблок, плодовой продукции. И у них есть уже рынки сбыта, они видят очень большую перспективу, объединились несколько фермеров. И пока далеко не ушли, мне, пожалуйста, контакты Татьяну Петровну, что все-таки специалисты с ней свяжутся, чтобы рассказать больше про поддержку и про консультировку. Все-таки надо помочь человеку, действительно. В нашем Союзе есть два, притом фермера, КФХ, которые производят плоды, и вот они поставили у себя на территории своих хозяйств, один сушит сливу, делает чернослив, а другой сушит яблоко. То есть вот пример, пожалуйста, появляются люди, и тенденция есть. Причем это оборудование для производства, для сушилья, оно не такое же дорогое. Один даже сделал сам. Даже сам. Сам сделал, да. Ну что ж, давайте, если подводя итог, скажем, что все-таки перспективные направления есть. И дабы поставить точку, выходя на ритейлеров, крупных ритейлеров, для того, чтобы организовать себе рынок сбыта, обязательно ли нужно при этом находиться в кооперативе? Ну, поможет ли это, решение ли это, Сергей Николаевич? На мой взгляд, действительно, может быть, кооперативам стоит создавать свою сеть реализации и поставки продукции, но все-таки навести порядок в торговой деятельности ритейла необходимо, чтобы продукцию, которую производят кооперативы, она не встречалась где-то и не предъявлялись такие же требования, излишние иногда, к кооперации, как к крупным бизнесам. Если мы там наведем порядок, и крутый бизнес будет без проблем попадать на прилавок, то они меньше будут встречаться и конкурировать на одной полке. У кооперации будет своя сеть, кто-то, если нарастит большие объемы, тоже сможет претендовать на полку в ритейле, но там должен быть порядок. Вот мы сейчас вели беседу с сетями буквально перед Новым годом. Да, все говорят, проблема в федеральном законодательстве, так нужно ее выравнивать, поскольку тот договор, который сейчас даже работает на Кубани, он обсуждался на федеральном уровне, аккорд, есть ассоциация ритейла, обсудила и рекомендовала его для применения на всей территории Российской Федерации. Да, может это не объяснение. Нужно навести порядок, чтобы крупный бизнес без проблем мог заходить. Если садоводы крупные не могут резать продукцию, они пойдут на ярмарки выходного дня, куда угодно, лишь бы эту продукцию сбыть. А значит они будут встречаться с мелкотоварным производителем, и они все будут друг друга толкать, и ни у кого не будет нормальной цены, особенно в пик производства, это весенний, летний, осенний период. Поэтому здесь нужно наводить порядок в торговле, создавать кооперативную сеть реализации, ну и поддержать кооперативы, чтобы они могли модернизироваться, нарастить, так сказать, объемы производства и заместить даже продукцию, которую поставляют на наш рынок наши партнеры. Ну что ж, отлично, на этом давайте и поставим точку. Думаю, что еще не раз мы встретимся для того, чтобы посмотреть, как идет продвижение в этом вопросе. Ну а через пару минут, после короткой паузы, подведем итоги голосования, которое проходило на нашем сайте Кубань24. Не переключайтесь. Говоря о противостоянии крупных агрохолдингов и небольших крестьянско-фермерских хозяйств, мы спросили сегодня у вас в интернете, а чьей сельхозпродукции доверяете больше вы, и чью продукцию хотели бы видеть на своем столе. Предложили мы три варианта ответа, давайте подведем итоги. 75% проголосовавших на нашем сайте сказали, что продукция российских фермеров их больше всего интересует и удовлетворяет. 10%, почти 11% могли бы довериться иностранным фермерам, и 14,3% не против покупать продукцию агропромышленных холдингов. Ну, значит, если подвести итоги, которые показали наше голосование, у российских фермеров есть все перспективы для того, чтобы успешно продавать свою продукцию на нашем рынке. Ну, чего мы им и желаем. До встречи в эфире телеканала Кубань24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова